Привет, друзья! Сегодня покажу вам свою короткую, но очень интенсивную тренировку на квадрицепсы. Вы знаете, что квадрицепсы это 4 мышечных пучка. Несмотря на то, что они берут свое начало в разных местах, соединяются они в одно мощное крупное сухожилие. Логически понятно, что все 4 пучка работают всегда вместе. Кто бы что ни говорил, изолированно прокачать какой-то один пучок анатомически, физиологически просто невозможно. Логически следует отсюда, что достаточно, в принципе, одного мощного базового упражнения. Но можно дополнить его двумя упражнениями изолированными, для того, чтобы накачать больше крови. Я устал очень сильно на этой неделе, делал уже приседания классические и у меня было 3 игры в хоккей. Вы знаете, я играю в воротах, где у меня постоянно ноги в напряжении. У меня ноги часто не довосстанавливаются. Поэтому сегодня я решил приседать в машине для приседаний от компании Хойст. Мне очень нравится эта машина, потому что она снимает нагрузку с позвоночника, с поясницы вы практически лежите, но выполняете те же классические приседания. Очень тяжело. Я ставлю ноги как можно ниже, для того, чтобы бить именно в квадрицепс. Естественно, сначала я размялся на велосипеде. После этого сделал, как вы знаете, всегда экстензии. Это было экстензии определенный вид скручиваний. Я делал 5 скручиваний, затем 5 обычных экстензий и еще 5 скручиваний. Итак, 4 подхода. Я полностью подготовил себя к работе и приступил к выполнению упражнений. Но первым упражнением у меня были не приседы, а сгибания ног лежа. Почему не разгибания, а сгибания? Потому что для коленного сустава это более шадящее упражнение. И я еще больше накачал крови в ноги, тем самым упростил работу над прокачкой. Разгибания на самом деле, друзья, еще более опасны, чем приседания. Мы сделаем об этом отдельный ролик. После этого приступил к приседаниям. Да, забыл сказать, что сделал я 4 подхода. 2 разминочных и 2 рабочих. В сгибаниях ног лежа. В приседаниях же я сделал 1 разминочный подход. Выставил рабочий вес и по максимуму прожался. Вы знаете, я против отказа и может со стороны показаться, что я работаю в отказ. На самом деле у меня отказ не позитивный, негативный, как многие его выполняют. Мой отказ это нестерпимое сжение в мышцах. Я мог бы сделать еще повторение, но вот это сжение меня останавливает. Именно такие подходы и приводят к гипертрофии. Затем я сделал 1 разминочный подход на разгибание ног. И 1 рабочий по максимуму, тоже доведя себя до сильнейшего сжения. И именно это остановило меня от продолжения выполнения упражнения. Но ни в коем случае не отказ. Затем я прокачал голень. Голень также имеет 3 пучка, если кто не знал. Но все тоже соединяются в одно общее сухожилие. Поэтому можете смело делать по одному упражнению на голень. Чередуя, к примеру, подъемы на носки стоя, подъемы на носки сидя. Я делаю подъемы на носки стоя, когда тренирую спину, дельты или грудные мышцы. Когда же у меня ноги, приседания, то я делаю подъемы на носки сидя. Обратите внимание на особую технику при выполнении подъемов на носки. Неважно, стоя или сидя. Очень важно это делать, потому что раньше я работал с весами в 3-4 раза больше, но не получал такой отдачи. Все из-за инерции. Чтобы исключить этот момент, необходимо проходить позитивную фазу движения в два этапа. Сначала поднимаете стопу до параллели с полом, затем поднимаете выше. Опускаете негативную фазу движения одним равномерным движением. Затем снова до параллели, снова наверх и одним равномерным движением опускаете. Еще нужно обратить внимание на то, что все давление, вся работа должна приходить на большие пальцы ног. Обратите на это особое внимание, попробуйте и вы заметите, как смещается акцент, как усиливается работа колени. И, как всегда, закончим нашу работу гиперэкстензиями. Тоже сделав 4 подхода по 15 повторений. Затем заминка на велосипеде 10 минут. И мы свободны, ноги убиты, готовы к росту. Теперь нужно только грамотно питаться, грамотно восстанавливаться. И будет нам с вами счастье. Друзья, оставляйте комментарии, как вы тренируетесь. Оставляйте комментарии, нравятся ли вам мои тренировки. И задавайте вопросы. Обязательно делитесь моими роликами в своих соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok